Хорошо, давайте поговорим про Ваши поводы. Какой повод Вы считаете сейчас самый значительный? Я думаю о том, что нужно больше времени уделить своему фонду, который у меня появился буквально совсем недавно, в сентябре. Это фонд по помощи... Это благотворительный фонд детям с поражениями, с органическими поражениями центральной нервной системы. Это фонд Галчонок. Да, очень много сейчас фондов. Как Вы относитесь к тому, что Гоша Куценко сейчас фонд? Вот Чулпана Хаматова, я понимаю, с Вашей подачи, с Ее подачи Ваш фонд, в известности. Вот с ней было понятно. Теперь все заводят фонды. Знаете, как Вы с Таниславского? Не верю. Потому что, ну как-то мне странно. Вы не верите, потому что Вы этим не занимаетесь, я Вам скажу. Потому что любой человек, который является не просто лицом фонда, а непосредственно занимается фондом, я вот не верю в то, что он может заниматься этим просто так, для чего-то там, для пиара и все прочее. Поверьте, это достаточно сложная работа. Никакого отношения к пиару, к... Ну хорошо, когда актер выходит на сцену и даже не может произнести название своего фонда, как Гоша Куценко, это не пиар? Нет, это другой вопрос. Я Вам говорю, есть две разницы. Разница может быть одна между двумя вещами. Есть, ну как бы, два варианта, как бы, управления фондами. Есть лицо фонда, да? А можно заниматься фондом? Если ты им занимаешься, я не верю, что это может быть пиар или что-то такое. Потому что человек, который хоть раз пришел в любую из больниц, любого фонда, не может, ну если он нормальный человек, адекватный, не может этим заниматься просто так для пиара, потому что это слишком тяжело психологически. Ну люди просто разные. То есть вы сейчас моделируете по собственным ощущениям? То есть вы так устроены? Я вообще весь мир моделирую по собственным ощущениям. Ну это же неправильно. Люди-то очень разные. Ну, я не могу говорить за всех людей. Ну возьмите там, я не знаю, маньяка Чикатило. Вы считаете, что если бы он в свое время пришел в детский дом, он стал бы заниматься благотворительностью? Я просто хочу сказать, что люди-то очень разные. Вы говорите сейчас какой-то чушь. Бога ради меня извините. Но это полная чушь, потому что, ну я, конечно, могу говорить об этом мире только с позиции, которая, ну как бы, с позиции самой, с моей себя. А говорить обо всех людях, а в том числе о Чикатиле или, не дай бог, о ком-то еще, я не могу извинить. Нет, ну вы сейчас как раз озвучили следующее, что никакой человек, бла-бла-бла, так и дальше. То есть вы сделали вывод за всех двуногих. То есть за всех людей, мужчин, женщин, любых рас, любых вероисповеданий. То есть вы берете... Нет, я не сделала ни за чьи выбор. Я просто говорю, что я, как человек, бывший в больнице, не могу, например, по-другому относиться к фонду. И мне очень хочется верить, что все люди, которые серьезно как бы, ну, в это вошли, не могут этим заниматься просто так. Не могут. Ну, если они люди. Другой вопрос, если они Чикатилы, как вы говорите, ну, конечно, понимаете, можно тогда вообще... Ну, или куценки. Нет, послушайте, послушайте, я бы так категорично о своих коллегах не отзывалась, тем более, что... Ну, это просто неприлично, как минимум. Нет, я считаю, что неприлично пиариться на детях. Тема очень больная. Тема очень непростая, тем более в контексте там последних каких-то инициатив. И мне кажется, что если человек хочет помочь проблеме, помочь конкретному ребенку или детям вообще, он просто это делает. Когда он с этого начинает разговор с журналистами... Гоша Куценко достаточно сняться в каком-нибудь... Ну, значит, каким-то другим людям, который его держит. Понимаете, может быть, его именем фонд получает деньги. Это очень тонкие нюансы. И я бы, ну, вот, не говорила. Гоша Куценко, его сейчас нет, но вот вы начали разговор... Вот тем более, что его сейчас нет и неприлично о нем даже говорить. Ну, вот вы-то здесь есть, и вы начали разговор именно с того, что для вас это самое существенное. То есть как бы вы актриса, театр, кино, певица, насколько поправьте меня, если... Нет, я не певица, я актриса. Мне казалось, что вы пели, что у вас были команды. Нет, я пела, но я не певица. Певица, это очень громко сказано. Хорошо. Вот, но вы начинаете с того, что для вас самое существенное и важное сейчас. На сегодняшний момент, да. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.